Итальянские сельхозпроизводители Итальянские сельхозпроизводители не вмешивались в те политические действия и меры, которые были приняты итальянскими политиками в отношении эмбарго по отношению к России, когда речь шла, по сути дела, о закрытии российской границы для многих сельскохозяйственных видов продукции. Год, прошедший год, 2014 год, конечно, прошел под знаком воздействия этих действий, в основном на производство фруктов, овощей. Именно это направление нашего агропрома в основном пострадало от российского эмбарго. Виноград, персики, нектарины, другие виды овощей и фруктов, действительно, их производители испытывали большие трудности в поисках рынка сбыта, потому что мы не были готовы к закрытию российских границ для этого вида продукции. Что касается 2015 года и положения дела в сельскохозяйственном секторе, то и здесь во многом мы претерпели снижение производства фруктов и овощей, и это связано напрямую с эмбарго. Должен сказать, что сейчас ситуация немножко улучшилась по сравнению с прошлым годом, но тем не менее мы чувствуем серьезный гнет этого положения. Мы почувствовали ущерб с трех сторон, так сказать, потому что некоторые бизнесмены, не входящие в Евросоюз, во многом им удается обойти российские санкции, потому что они закупают нашу продукцию и поставляют ее в Россию в свою очередь. И, естественно, это привело к некоторому снижению просто прибыли наших сельскохозяйственных производителей, потому что цены, естественно, снизились. И, с одной стороны, с другой стороны, второй вершиной этого треугольника заключается в том, что российские компании, закупающие нашу продукцию, отвернулись от нас и повернулись в сторону других поставщиков, хотя качество наше не вызывает ни у кого сомнений. Я думаю, что здесь мы должны как можно скорее преодолеть эту кризисную ситуацию, и она будет, что называется, санирована, потому что сельское хозяйство нуждается в открытой границе. Закрытой границе для нас это трудности, в частности для итальянских производителей. Я могу сказать, что у меня есть некоторые данные, а условные, конечно же, приблизительные, тем не менее, можно сказать, что речь идет об одном и двух десятых миллиарда евро. И, соответственно, это стоимость уменьшения объема экспорта Made in Italy в направлении России. Одна часть, достаточно существенная часть этого объема. Это как раз та часть объема, который приходится на сельскохозяйственные пищевые отрасли. Дело в том, что мы должны говорить не только о свежей продукции, но должны также о смежниках упоминать. Они тоже стали жертвами. Можно сказать, что есть некоторые ощущения. Дело в том, что люди и страны, которые потребляют европейскую продукцию, и, естественно, Россия в их числе, они ведь потребляют также продукцию не только, которая оказалась под эмбарго. Я имею в виду продукцию итальянских производителей. Например, вина в России продаются итальянские. Я полагаю, что существуют определенные причины всего этого, этого падения. Но в любом случае эмбарго без учета вины продукции в любом случае нанесла значительный ущерб.